Друзья, здравствуйте! Начнем вот с таких слов. Я вам говорю, Зеленский один из лучших продавцов в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 50 или 60 миллиардами долларов. Я никогда не мог этого сделать. Он самый лучший продавец. Мы должны дать Украине взаймы, и если им вдруг удастся победить, они нам эти деньги вернут. Вот так Дональд Трамп прокомментировал выделение 60 миллиардов долларов для Украины. Что означает вот это «вдолг», что означает вот это «вдруг победят». Обсудим сегодня с американским политиком Борисом Пинкусом. Борис, здравствуйте! Очень рад вас видеть. Я тоже. Добрый день, дякую и слава Украине! Героям слава! Дорогой Борис, помогайте разбираться. Я с удовольствием расскажу. Ну, во-первых, давайте по большому счету. По большому счету Трамп никогда не будет в стороне от вопросов защиты национальных интересов Америки. Как бы о нем не говорили демократы, навешивая на него ярлыки, что он диктатор, что он, пугая не только наш народ, сторонников Украины, а я вам скажу, что вот последние опросы 66% американцев за неукоснительную помощь Украине. Плюс к этому он пугает сам украинский народ. Не он, а его именем пугают. И даже вот эти вот известные эксперты на русскоязычных каналах говорят такие гадости просто уму непостижимо. И опять-таки возвращаясь к тому, что Трамп никогда не пожертвует национальными интересами Америки. Будь то в Украине или будь то на Ближнем Востоке. Это 100%. Такова история Америки. И у нас нет диктатуры, что пришел... Ведь 200 с лишним лет Америка всегда помогала странам, стремящимся к свободе, к демократии. И вдруг вот пришел Трамп и все перевернул. Но это же чушь собачья. У нас три независимые ветви власти. И никогда ему никто не позволит, если даже вдруг моча ударить ему в голову, а вот он так решил. Это невозможно. Это первое, чтобы люди знали, что это невозможно. Просто по природе американского общества, американской демократии. Это невозможно. Это раз. Во-вторых, ну, Трамп-популист, друзья мои, он такие вещи говорит, хоть стой, хоть падай. Почему? Потому что у него две группы избирателей. Это ключевые и, знаете, целевые. Ну, ключевые – это, конечно же, его постоянная база электоральная. Это евангелисты. Вот это очень важно. У нас в целом в стране 90 миллионов евангелистов. Они, именно в основном, это они костяк Трампа. Я вам скажу, что он проиграл в 2020 году Трампу, набрав 75 миллионов голосов. Байден он проиграл. А вот Байден выиграл у него, набрав 82 миллиона голосов. Причем из 75 миллионов трамповских больше половины, я подчеркиваю, из тех, кто голосовал за него, были евангелисты. И сегодня они за Украину горой. Они говорят, евангелисты, что Путин – антихрист, он уничтожает христианство, уничтожает церкви в Украине, язык, культуру. Сегодня очень много интересных вещей, вот именно со стороны евангелистов, посвященных Украине. Я вот по возможности как-нибудь подготовлю в одной из передач, с удовольствием вас ознакомлю с этим. И не случайно более месяца назад один из известнейших лидеров евангелистов Грэм был в Киеве. Он встречался с президентом Зеленским. И очень много у нас во многих христианских институтах ведутся разговоры о том, что царит геноцид на многострадальной украинской земле. Если Трамп это не имеет права не учитывать, это его костяк, так вот это его ключевой электорат. А если еще целевой, по целевым я имею в виду тех, кто считает, что Украина и Израиль у них не на первом месте. Что они на пятом-десятом, они говорят, что решайте наши проблемы сегодня бытовые. Украина и Израиль далеко. Это где-нибудь там пусть они решают и мы потом подключимся. Мы не против. Но нам нужно сегодня. Это нелегальная миграция, это преступность, это высокие цены на товары первой необходимости. Кстати, добавлю, что вот по последней информации у нас инфляция выросла на 2%. То есть цены опять пошли вверх и на все крайне необходимое, с чем мы сталкиваемся каждый день. Другими словами, это давит вот на эту группу избирателей, которые говорят, что нет, давай нам решай вот это именно сегодняшнее, здешнее, с чем мы, вот как я уже сказал, сталкиваемся каждый день. Вот это целевая аудитория, целевая группа. И вот он, опасаясь, что он их потеряет, а вероятность очень большая. Я вам еще раз повторю, я говорил в эфирах всегда, что у Трампа, честно вам скажу, невелика возможность победить. По одной причине, что он с огромным отрывом побеждает у себя в родной партии. Но он проигрывает, когда речь идет о помощи избирателями, которые не принадлежат республиканской партии. Я вам приведу конкретные примеры. У нас в истории Америки еще никогда не было, чтобы президент победил, ограничившись голосами его родной партии. Обязательно он должен получить помощь и голосов конкурирующих партий. Вот таковыми сегодня являются независимые. Поэтому не случайно по сей день, несмотря на то, что Ники Хелли приостановила свою выборную кампанию. Я вам подчеркиваю, она не ушла. Имейте в виду это. Она не ушла из гонки совсем. Suspended. Есть такое у нас выражение на английском языке. Suspended. Она приостановила. Другими словами, она будет на съезде в июле, когда будет съезд республиканской партии. А когда будет голосование за кандидата, который будет представлять нашего 5 ноября. И она в списке кандидатов, дорогие мои. Так что все возможно. И тем не менее, я вам хочу сказать другую вещь. По сей день Ники Хелли побеждает над Байденом в масштабе всей страны на 22%. Вот несмотря на то, что она вот отошла, вот уже вот по-разному. Но я верю тем, где 22, потому что по сей день многие независимые, недовольные Байденом, они всегда ближе к демократам. Всегда. Большей частью. Но вот сегодня число недовольных Байденом растет в связи с внутренней ситуацией. И опять-таки раскручивается прошлое Трампа в его бытности, его первой каденции, когда и цены на бензин были ниже намного, и преступности такой не было. И, конечно же, не было такой волны нелегальной эмиграции. Вот это все вместе взятое влияет, и по сей день люди в растерянности, как быть, Ники в масштабе страны побеждает, а Трамп всего лишь от трех до пяти. Как быть, как это получится в ноябре. И поэтому, я возвращаюсь к началу нашего разговора, Трамп фокусируется на так называемую целевую аудиторию своих избирателей. Это его цель. Понимаете? Поэтому он может говорить, как популист, все, что хотите. Ни суразинцу несет. Лишь бы кому-то это понравилось, лишь бы ему поаплодировали те, кто вчера был еще против. Вот такие разговоры. И то же самое по Ближнему Востоку. Наводя шорох. Вот я бы сегодня уговорил Биби Натаньяку прекратить войну, вот видите ли, чтобы Иран, вот я бы с Ираном договорился до такой степени. Почему? Да потому, что у него не все гладко среди избирателей. Он может слегка. Тогда просто вы успокойте наших зрителей, потому что действительно большой резонанс вызвало другое заявление Трампа, которое, правда, ретранслировали устами премьера Венгрии Орбана, который съездил к Трампу в гости. И Орбан же вообще сказал, я пообщавшись с Трампом, удостоверился в том, что Трамп не даст Украине ни копейки на войну против России. Это цитата была. Но при этом Трамп пока что эти слова не опроверг. И вот они повергли в шок многих в моей стране. Но насколько я знаю из моих источников, которым я целиком доверяю, люди, работающие на Трампа из избирательной кампании, они смеялись, они говорят, он никогда такого не мог сказать. Это неправда, абсолютно. Здесь могут быть две проблемы. Нюансы перевода – это один из вопросов. А второй – просто Орбан набивает себе цену, что он не один. Вот, пожалуйста, и Трамп – великий президент такой страны. Имейте в виду это. Это не может быть. Это исключено полностью. Вы знаете, Трамп не может такое сказать. По сей день, хотите, я вам докажу это. Он сегодня аплодирует тем республиканцам, которые поддерживают помощь Украине в виде кредита. Что это значит? Вот давайте поговорим об этом. Давайте поговорим, что может означать вот эта инициатива «Давайте дадим Украине в долг». Как это может быть на практике? Потому что, Борис, мы уже, честно говоря, вот тут Washington Post публикует аналитику, что уже скоро совсем из-за нехватки боеприпасов Украина будет сбивать только одну из пяти ракет. И я понимаю, к чему это может привести к смертям украинских детей, мирных жителей. И я уже такой думаю, да дать можно в долг, уже не знаю, там в кредит. Да, абсолютно. Уже просто это необходимо. Что это может означать? Правильно. Совершенно верно. Вы знаете, я тоже, да мне наплевать, как вы оформляете. Дайте, а там разберемся. Надо победить. Вот это самое главное. Так вот, слушайте внимательно. Трамп, еще раз говорю, вот своей поддержкой или выдвижением этой идеи в кредит, она уже подхвачена спикером. Он уже подготовил черновой вариант помощи Украине. Он уже готов. Там очень много интересных вещей. И, конечно же, нельзя сегодня не упомянуть визит, буквально вчерашний визит Линдси Грэма в Киев. Мы его отдельно, давайте, Борис. Да, отдельно мы поговорим на эту тему, да. Так вот, черновой вариант готов. И что туда входит? Вот смотрите. Что значит кредит? Трамп говорит, что я за то, чтобы мы уважали тех друзей наших, кому мы помогаем. Уважать – это значит дать ему возможность заработать таким образом, чтобы он мог и себя прокормить, а потом еще и продавать. Почему он об этом говорит? Он говорит, что, во-первых, кредит – это значит помощь, помощь, которая должна быть потом возвращена после победы. А то, что он говорит, если, вот победа – это бравада, не верьте этому. Это он, он просто, вы знаете, он часто, во-первых, одним из недостатков его является очень ограниченный запас слов. Он часто использует одни и те же слова, причем иногда неуместно, но идея его понятна. Он никогда не оставит Украину без помощи, я возвращаюсь к кредиту. Так он говорит, давайте дадим Украине кредит, причем не просто кредит, а технологии. Дело в том, что вот эти вот 60 миллиардов, вот, например, Де Хилл пишет, что из 60 миллиардов только 12 миллиардов попадут в Украину. Я в это верю. Вот это правда. А это Байден скрывает от народа, от нас, американцев. И республиканцы говорят, вот ты говоришь 60 миллиардов, а давай мы посмотрим конкретно, что входит в 60 миллиардов. Мы хотим точно знать, сколько денег идет в Украину. Конкретно, не общие разговоры, но есть подозрение, что в эти 60 миллиардов входит и помощь другим иностранным странам. Я не говорю об Израиле, там с Израилем целая проблема. Под израильскими 14 миллиардами Байден включил деньги помощи Хамасу, ну он называет Палестина. На самом деле это Хамасу, Палестине помощь, так называемому гражданскому населению, Газы. Слушайте, какая помощь Газе, если там 70, от 70 до 80 процентов населения мирного, которым называют на Западе, против Израиля за Хамас, ненавидит Израиль. И они говорят, вот надо их поддерживать, вот они и мирное население. Да помогите им в конце концов. Но почему? За счет Израиля. Вы понимаете? Точно так с Украиной. Республиканцы говорят, вот вы говорите о 60 миллиардах, мы хотим четко знать, сколько туда поступает. И вот Дехил это обнаружил, говорит, там только 12 миллиардов в Украине. Остальные, черт его знает, куда он собирается посылать. Там не исключено и опять экология, там помощь вот этим африканским странам, хотя полный провал внешней политики Байдена и в Африке. Вот Нигер уже потребовал срочно выдворение наших войск, а там не так уж много их, там тысячи человек, и тем не менее Нигер говорит, уходите. Почему? Да потому что, видите ли, просочилась информация, что Нигер готовит составить договор о поставках урана Ирану. Америка, узнав об этом, обнародовала и пригрозила пальчиком Нигеру. А Нигер говорит, а раз так, убирайтесь от нас. А кто вы думаете там работает? Конечно, Россия. Конечно, Путин. Это вся его работа, везде. Везде, где шорох, там путинская рука есть, обязательно. Точно так же и в Гаити. Вот то, что у нас сейчас происходит, несомненно. Потому что вагнеровцы еще десятки лет назад работали и в Венесуэле, и в других уголках Латинской Америки, и в том числе на некоторых Карибских островах, в том числе и Гаити. Это все работа, это провалы американской внешней политики. Я возвращаюсь к помощи кредиту. Так вот, Трамп говорит, слушайте, это кредит не просто деньги. Во-первых, деньги, конечно, идут на американскую промышленность, которая вырабатывает оружие и дает Украине. Считая при этом деньги, насколько они это сделают. С одной стороны. Но есть потрясающая новость. Трамп говорит, мы будем поставлять технологии. Технологии в Украину. То есть она начнет вырабатывать оружие у себя. Те, которые мы можем позволить. Ну, слушайте, на то много причин аплодировать. Почему? Во-первых, Украина уже потрясла мир своей армией дронов. Вы посмотрите. Сегодня Украина может этими дронами любой уголок России достать. Запросто. И доказала это. И то, что сегодня творится на нефтехранилищах российских. Это же заслуга именно Украины. Украинских дронов. 600 тысяч баррелей уже потеряно Россией. Вот на сегодняшний день. В течение двух-трех недель. С тех пор, как участились атаки украинскими дронами от российских нефтехранилищ. Это потрясающее достижение. И, кстати, Трамп говорит, что мы поможем Украине настолько, насколько возможно ей помочь приблизиться к стандартам НАТО. Вы понимаете? Но это же здорово, ребята. Вот вы правильно сказали вначале. Мне тоже наплевать, как вы эту помощь назовете. Дайте мне это сегодня. Вот это очень важно. Понимаете как? Поэтому время не ждет. И то, что происходит сегодня в Одессе, это самый наглядный пример. И то, что сегодня после победы так называемой Путина на его выборах, он же наглеет. Он уже, знаете, высказался о том, что он будет строить зону, найти такую буферную зону на оккупированных территориях. Это говорит о многом. Друзья мои, нам предстоит ждать еще больших трагедий на украинской земле. Вот после того, что происходит сегодня в России. И Путину все дозволяется. Абсолютно все.